Давно уже мучает один феномен. Феномен, который не могу до конца понять. Речь про преступление убийства в США. Есть ряд специализированных ютуб-каналов от лица полиции, при просмотре которых создается впечатление, что там сумасшедших, рехнувшихся маньяков и прочей дичи в тысячу раз больше. Да, когда туда ездишь, это и на глаз очень сильно заметно. Понятно. И у нас бывают случаи. И может про них публично не говорят. Сейчас говорят. Но явно у нас даже близко нет того, что мы видим. Причем это находит отражение и в их фильмах, и в сериалах. Интересны причины такой дикой разницы в преступности. Явно не просто более свободное оружие и наркотики. Там прям поведение кардинально отличается. Вопрос очень глубокий, комрад. Под все сказки про демократию и свободу. В реалиях это выглядит несколько не так. Очень сильно, как мне кажется, расшатывает людям психику. Ну, вот результат, собственно говоря. Тут специалистов надо поспрашивать. Потому, что если говорить специалист, то картина может... Пардон. Продолжим. Повторюсь. Специалист нужен. Потому, что знаешь, это как это. Вот, например, огромное количество стволов на руках в США. А если посмотреть в статистику, то большинство убитых в этих самых США, они убиты на охоте из охотничьего оружия. То есть, это несчастные случаи. Может, не совсем несчастные. Но на охоте. Не в этих там уличных перестрелках мега. А вот так. Поэтому и про дураков там может показаться как-то так. Я боюсь, что там просто эти самые свободные СМИ подобные случаи раскручивают просто вот в безумных масштабах. И поэтому создается впечатление, что там одни убийцы по улицам ходят. Специалист нужен, комрад. Так вот, огульно не могу.